всем привет дорогие друзья с вами следующий мы продолжаем создавать наш платформер так значит значит ребята что мы будем делать ну вообще как бы нужно вот тут поставить 8 да мы сейчас создаем или это битву с боссом и тут нужно поставить вот так вот дальше нужно все поставить примерно и тут нужно поставить уровень честно говоря 50 10 так дальше у него же будут свои атаки не вот эти вот для него я сделаю это свои атаки значит он плывет вот сюда значит дальше нужно создать блок именно например задние три лазера и значит теперь костюмы создаем новый костюм и прерисовываем вот сюда например вот задние три лазера то есть вот этот вот лазер вот сюда прерисовываем вот сюда вот так вот прерисовываем вот так вот прерисовываем значит а теперь берем отец двигаем это все вначале желательно мы любите флотируем другие ливень и чтобы потом следующий раз нельзя случайным образом другие как бы линии которые должны им быть неподвижны и но нет потихоньку вот так вот это все двигаем она придана потихоньку смещается куда-то, вот так вот, мне все-таки немного взял, ну да ладно. Потом вот так вот вниз. Именно как-то смещаться должно, чтобы был какой-то харкорчик. Харткорчик, да. И главное, не забыть подвинуть все три. Если забыть подвинуть одну, тогда будет реально плохо. Очень плохо, ребята, будет. Тогда будет очень неплавно и будет очень, ребята, сложно. Давайте вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. А на следующем уже вот это вот прячем. вот это вот прячем. И вот это вот еще немного есть. И на следующем вот это вот оно сюда прячется. И так у нас получилось восемь костюмов пуль. Значит, задние триллеродия лазера. Дальше делаем вот так вот. Значит, изменить костюм на костюм два. Теперь костюм три. Четыре. Ребята, я, конечно, мог бы и поплавнее это все делать, но надо пять. Пять. Шесть. Семь. Охемь. И девять. И, конечно же, в конце выставляем, чтобы он на первой перешел. шел. Итак, тестим. Ну, окей, в конце не очень плавно получилось, но где там было вообще плавно? По-моему, нигде. Так, давайте теперь давайте что-нибудь поинтереснее такое добавим. передний лазер. Передний лазер, например, вот. И, значит, берем опять же таким. Значит, запоминаем. После девятого костюма идет вот эта вот атака. вот так вот. Запоминаем девять. Цифру девять. Девятый костюм. Ну, и дальше повторяем этот процесс опять. Отлично. Ребята, я, кстати, стараюсь делать это все более-менее не так уж не так уж заумно, не какой-то ботан, не знаю, который по полчаса рассуждает, говорит, как это все делать. Я стараюсь его сделать более-менее по-нормальному. Чтобы было более-менее понятно. Так. Теперь давайте теперь давайте, значит, возьмем, копируем просто вот этот вот скрипт. И дальше костюм 10, костюм 11, костюм 12, костюм 4404. О, что-то. Ладно. Короче. Значит, вот так вот. И остается делать последнюю детальку. Вот. И теперь передний лазер смотрим. Не. Окей. Теперь смотрим весь скрипт, который получился. Но это, конечно, не обязательно. На, немного криво все это. Я раньше, конечно, и по плавнению мне лень. Просто мне лень. Так, дальше. Верхние два лазера. Вот так вот. И теперь будем делать с вот такими двумя лазерами. Фиги махинации. Итак, запоминаем цифру 15. Дальше берем, делаем клон первого костюма. Давайте сразу сохраним. Значит, итак, шестнадцатый костюм. Значит, будем анимировать вот такие вот два лазера. Ну, делать вот такие вот два лазера. Чтобы из них вылетали пули всякие. Также не забывайте вот как бы сделать вот такие несколько блоков, потом немного вот так вот блоками сделать как бы ну, поставить немного блоков, а потом сделать, чтобы три-тарая пять секунд просто ничего не делал. Иначе это будет нереально, как бы вообще нереально. Пройди, потому что ну, все время перед ним куча лазеров и как ни крючки, ты не увернешься. ну, но хотя если сделать так, что у шарика много хп, то можно, конечно, сделать, но нужно не 11, но на штук 30 хп, как минимум. Чтобы такое провернуть, у босса должно быть не 8, а 3 всего и жизни. Чтобы за это время успеть плюс он должен атаковаться не, возможно, атаковать его не раз в 0.3. Триняне не раз в 0.5, а раз в 0.3. Вот так вот. Не знаю. И теперь поехали. Да, ребята, я знаю, что можно взять для пуль отдельный спрайт, но как бы так более надежный. Ребята, а тут спрайт может залагать так сильно, что может вообще залагать, может таймить не совпасть. По сути, альта элементарно может произойти. Так, смотрим. Нормально. Ладно, выпускаем вот так вот будет. Так. И, кстати, наверное, заметили, что у меня тут облачные переменные. Это, секретная статистика. Ну, это тоже как бы хайповые моменты, То есть, игрок прочитал описание и увидел, что там домовленные секретные переменные. А что это за секретные переменные? Он полезет в проект и будет эти переменные смотреть. Пере этим, или же после этого он еще поиграл, как бы. и в итоге столько как контента, много прям контента есть. И ему это очень нравится. И он прям ставит лайк и его любимый давляет. Всем спасибо за посмотрите, всем пока исполняйся, ставьте лайки. Субтитры